Привет! Один великий человек, не на словах, а на деле знающий, что такое успех, выразил свою мысль о формуле успеха примерно таким образом. Он сказал так. Настоящий успех, или формула настоящего успеха, простая и безжалостная. Это огромный труд и нечеловеческая настойчивость. Итак, формула успеха простая и безжалостная. Огромный, сумасшедший, невероятный труд и нечеловеческая настойчивость. Сумасшедшая упертость. Стоять на своем до конца. Вот и вся формула успеха. Вопрос. А я? Я способен на такие подвиги? Как только представлю огромный труд и нечеловеческую настойчивость, так что сразу приходит одна единственная мысль в голову. Ну, значит, формула успеха это или неправильная, или не для меня, потому что я не способен на такие вещи. Но это неправда. Это неправда. Мы не способны на такие вещи, если нам не хватит духу, если нам не хватает смелости. Вот о смелости я хочу сказать. Как можно рассчитывать хоть на какой-нибудь успех в сетевом маркетинге, если в тебе нет смелости? Элементарно. Если ты боишься начать разговаривать с людьми о деле, в которое ты веришь, которым ты занимаешься. Если ты стесняешься говорить о своем бизнесе, о каком успехе можно говорить? Тебе не хватает смелости открыть рот и начать вякать. А некоторые вообще стесняются. Послушайте, люди же не стесняются продавать унитазы, писсуары, прокладки, презервативы и прочую разнообразнейшую так называемую фигню, без которой люди жить не могут. Они гордятся своим бизнесом. Научные советы, заседания, летучки, собрания посвящаются, всякие разные изыскания теоретические по поводу формы писсуара. И ничего. А мы, многие из нашего брата стесняются сказать, что он работает в сетевом бизнесе. Ему не хватает, видишь ли, смелости. Причем тут тогда формула успеха, которая говорит о том, что нужна нечеловеческая настойчивость и огромный труд. Как ты будешь трудиться, если ты боишься разговаривать с народом? Эй! Вопрос. А где взять эту смелость? А я стесняюсь. А вот я не знаю, как они отреагируют. А вот вход слишком дорогой. А вот бизнес слишком недешевый для моего окружения. А вот я сам не пробовал это. А вот я еще результатов не имею. И так далее, и так далее. От коряк, так называемых, отговорок, другими словами. Море. А причина смелости нету. Духа нету, духа нету, духа нету. Не хватает нашему брату духа. Встать и смело, дерзко, я бы даже сказал, глядя людям в глаза, рассказывать о самой величайшей возможности для человека. Быть свободным, вести свой собственный бизнес. Без риска, без вложения огромных средств. Красиво. Продвигая людям самое лучшее. Чтобы быть смелым, надо разобраться. Приложить хотя бы хоть какие-то усилия, чтобы понять, этот бизнес классный. Этот продукт, эта услуга супер. Эти люди, которые возглавляют компанию, действительно серьезные. Действительно заботятся о людях. Если разберешься, уже добавится смелость. А если еще начнешь делать, боясь, стесняясь, скрываясь, но начнешь делать, преодолевая свой страх, ну тогда через некоторое время ты будешь силен. И тогда вот и проявится вот эта формула успеха, настойчивость и труд. Они будут реализованы. Все есть твоя смелость. Вывод. Надо вставать и делать. Надо начинать. Боюсь, но делаю. Глаза боятся, руки делают. Боюсь, стесняюсь, опасаюсь. Не хочу получать отказы. Не хочу видеть глаза, которые смеются надо мной. Не хочу видеть насмешки. Но делаю. Для того, чтобы быть смелее, я разобрался, что за компания, что за продукт. Я научился хотя бы рот открывать и говорить правильные вещи. И теперь я просто начинаю тренироваться. Через 2-3-4 раза мне будет легче, я знаю. Но мне совсем будет легко, если я буду с Богом. Если я буду просить Творца своего, Бога Отца просить, помоги мне, пожалуйста. Все от Тебя я знаю. Вот тогда будет легко. К Богу надо двигаться, друзья мои. И с Ним действовать. По себе знаю. Опыт мой, свой, личный. Сейчас вкладываю в это. Смело, с Богом, вперед к победе. Никого не бойтесь. Пошли они все, кто в нас не верит. Вперед. Удачи.